Аналитики отметили тренд. В июле восточноевропейские валюты укрепились к американской валюте, а все валюты СНГ, наоборот, ослабли к доллару. Особенно сильно ослаб к доллару российский рубль, несмотря на то, что нефть за месяц подорожала более чем на 5%. А сама американская валюта, кстати, в июле продемонстрировала сильнейшее за последние пять лет месячное падение на мировом валютном рынке. С этой точки зрения любопытно, как будет вести себя кросс-пара доллар, белорусский рубль в ближайшую неделю. Какие тренды будут влиять на цену евро в нашей стране? Евгений Калаур поговорил с экспертом. Здравствуйте, Александр. Спасибо, что согласились с нами на интервью. Поговорим с вами о финансах. Зеленая валюта в последнее время испытывает некоторые колебания, то прибавляет в цене, то откатывается назад. Что сегодня влияет на кросс-пару доллар, белорусский рубль и как вы думаете, в каком коридоре будет торговаться эта пара в ближайшее время? В первую очередь нужно выделить два фактора. Это внешний и внутренний. Внешний это то, что сейчас центробанки всего мира стараются справиться с последствиями коронавируса и стараются стимулировать именно внутренний спрос экономику в своей стране. Для этого, в частности, по всему миру происходит снижение ставки рефинансирования. Базовый учет на ставки, простыми словами. Не исключение здесь и Беларусь. Напомню, что сейчас ставка рефинансирования на исторически низком уровне. Впервые в 21 веке мы видим цифру 7,75%. Не исключение ставку у наших соседей. У России она тоже впервые за много лет опустилась до отметки ниже 5%. В развитых странах, например, США, эта ставка около 0%. То есть сейчас все, по сути, экономики мира стараются стимулировать экономику. И в частности, один из инструментов это снижение базовой учетной ставки. Опять-таки, это может приводить к тому, что национальная валюта начинает ослабевать. Почему? Уменьшается, так сказать, ценность заимствования денег. То есть кредиты становятся дешевле. Это, конечно же, на благо экономики. Но тем самым, грубо говоря, стоимость самих денег, образно говоря, она уменьшается. Поэтому это тоже оказывает влияние, в том числе и на белорусский рубль. Что касается внутренних факторов, нужно отметить, что, в принципе, по классическому сценарию, обычно национальная валюта начинает испытывать давление перед выборами президента страны. Опять-таки, здесь Беларусь не исключение. Это можно наблюдать и по статистике в канун выборов и после выборов, что происходило и в США, в европейских странах. Что касается коридора, на мою точку зрения, в ближайшей перспективе мы видим колебания около текущих значений. Доллар за 2 рубля 44-45 копеек. В принципе, это прогноз на ближайшую перспективу. Как известно, в нашей корзине валют важными остаются российский рубль и евро. Что будет влиять на стоимость этих валют в ближайшее время и какие прогнозы можно дать? Динамику российского рубля в первую очередь оказывает влияние цены на нефть. Они сейчас стабилизировали, что, в принципе, это говорит о позитивном факторе для российского рубля. Я, тем не менее, считаю, что давление продолжит сохраняться, потому что все-таки цены на нефть не так высоки, скажем так, как хотелось бы, наверное, экономистам и представителям Российской Федерации. Потому что, в принципе, если цена марки Brent колеблется около 43 долларов, то уже остальные марки WTI, URLs российской нефти, они уже котируются дисконтом. То есть, меньше это отметки. А, в принципе, наиболее комфортный уровень сегодня, если бы цены продолжили расти и превысили отметку 50 долларов, что мы пока не видим. Но цены стабилизировались, это, конечно же, плюс. Что касается евро, то здесь тоже не исключение. Но, опять-таки, евро на рынке Форекс, на международном валютном рынке сейчас начинает набирать вес относительно доллара. Хочу также подчеркнуть, что, в принципе, колебания там нередки, когда за год валютная пара евро-доллар может колебаться в районе 20%. То есть, отклонение от максимальной минимальной цены за год может даже превышать 20%. Это никого не удивляет, никто не говорит, что сейчас происходит девальвация евро или доллара. Я думаю, что на данный момент можно не ждать большого роста российского рубля относительно нашей национальной валюты. То есть, мы видим примерно текущее значение. Что касается евро, я тоже считаю, что, в принципе, в ближайшей перспективе отметка 3 рубля за евро, психологическая такая отметка, не будет превышена. Что сегодня можно наблюдать в сфере вкладов и, самое главное, что будет со ставкой по вкладам? Некоторые авторитетные источники говорят, что банки наблюдают отток активов. Это временное явление? Сейчас, в принципе, очень важно, чтобы сохранялся некий баланс между динамикой инфляции, ставками по вкладам в национальную валюту и ставками по вкладам в иностранную валюту. То есть, простыми словами, процент по вкладам в национальную валюту должен быть выше, чем уровень инфляции, что, в принципе, сейчас это и наблюдается пока еще. То есть, инфляция у нас где-то в районе 5-6%, поэтому, в принципе, сейчас ставки превышают. Но, опять-таки, здесь нужно очень внимательно следить за рынком. Потому что, с одной стороны, нужно стимулировать экономику и делать обязательства с точки зрения выплат процентов по кредитам более лояльными, более легкими для кредитополучателей. С другой стороны, нужно сохранять интерес именно вкладам в национальную валюту, конечно же. Поэтому это очень важный и тонкий момент. Как известно, кредитование – удобный инструмент как для физлиц, так и для бизнеса. Вопрос, который волнует сегодня многих. Что будет происходить с кредитными ставками? Можно ли ожидать их понижения? Я думаю, что да, можно понижать. И, в принципе, на данный момент именно наша относительно невысокая ставка и рефинансирование позволяет это делать. Важно, чтобы этот инструмент работал именно в действительности. То есть, не на бумаге, да, есть кредит, но его взять нельзя. Банк не хочет давать кредит. Вот это неправильно. Здесь уже как раз-таки, опять-таки, регулятор, мне кажется, может каким-то образом, ну, с точки зрения рекомендаций, да, каких-то других вот мер стимулирования повлиять на банки, чтобы именно дешевые кредиты не остались на бумаге. Да, в действительности банки их не выдают. Поэтому сейчас как раз-таки ставка и рефинансирование позволяет брать и выдавать относительно дешевые кредиты. Ну, скажем так, раза в два дешевле, чем это было 10 лет назад. Спасибо вам большое за интервью, Александр. Спасибо вам. До новых встреч. Всего доброго.